В рамках подготовки к играм к требованиям доступности в Сочи было приведено более 1400 объектов. Пандусы, специальное лифтовое оборудование, тактильные плитка и указатели появились практически повсеместно. Передвигаться по городу людям с физическими ограничениями стало гораздо легче, говорит председатель одного из городских обществ инвалидов Олег Стекольников. Кроме инфраструктуры был решен и транспортный вопрос, да и отношение сочинцев к инвалидам явно изменилось. Уже столько сделано и я думаю, что еще год, два, три, пять лет, когда у всех будет, можно сказать, полная свобода перед движением по нужным, по собственным, по личным. То есть именно к тому, к чему мы идем, чувствовать себя такими же, как все, равноценными и свободными. И на достигнутом власти города останавливаться не намерены. Мэр регулярно проводит встречи с представителями обществ инвалидов, на которых решаются вопросы и принимаются меры по созданию в Сочи максимально безбарьерной среды. На этот раз темой обсуждения стала проблема по транспортировке. Не во всех домах есть лифты, а самостоятельно спуститься по лестницам или воспользоваться помощью близких могут не все. Решить этот вопрос можно, уверен Анатолий Пахомов. Нужно только правильно организовать работу социальных служб. И в Сочи уже созданы центры помощи, куда люди с физическими ограничениями могут обратиться с любыми вопросами. Они находятся в центре города Адлере и Лазаревской. Именно они и предоставляют услуги социального такси и сопровождающих лиц. Но вот отдельной услуги по подъему и спуску колясочника с этажа пока нет. Каждый инвалид себе такой ступенькоход приобрести не сможет. А вот получить такую услугу, которая при помощи ступенькохода поможет гражданину спуститься. После того, когда гражданин захочет назад вернуться домой, точно так же служба должна прибыть к этому дому и помочь нашему горожанину подняться на свой этаж. Для этих целей уже в ближайшее время на курорте появится несколько специальных машин со ступенькоходами. Кроме того, по поручению мэра для людей с физическими ограничениями созданы карты по безбарьерной среде. В них обозначены схемы каждого района с указанием, на каких улицах подземные переходы оснащены лифтовым оборудованием, а также номера телефонов диспетчерских служб, сотрудники которых придут на помощь инвалиду в течение нескольких минут. 2000 экземпляров таких карт уже розданы колясочникам через председателей обществ. Татьяна Нагорская, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.